Здравствуйте, меня зовут Светлана Юрьевна, и я ведущий преподаватель художественной школы Империя Пикчер. И у нас сегодня с вами вводный урок, на котором мы рассмотрим материалы, которыми мы будем пользоваться, и подготовимся к нашему учебному процессу. Хочу напомнить, что все материалы мы вам предоставляем, и все материалы, которые я вам сегодня покажу, будут отправлены вам домой транспортной компанией. Первое и самое важное, что вы получите от нас, это мольберт напольный. Он обязательно ставится у нас на пол, и работаем мы на стуле за мольбертом. Мольберт складывается, и можно его убирать при желании, ну, чтобы он не мешал, допустим, за дверь. Второе, что вы получите от нас, вот такой планшет. Этот планшет нам понадобится для того, чтобы крепить на него лист бумаги. В зависимости от расположения листа, мы можем крепить либо горизонтально, также устанавливаем планшет, либо поворачиваем наш планшет вертикально и прикрепляем листик вертикально. Далее вы получите от нас бумагу формата А3, две папки. Одна папка у вас будет для акварели, то есть на этой бумаге мы будем работать по живописи. И другая папка будет для рисунка, специальная бумага, на которой мы будем рисовать только рисунок. Также мы положим вам обязательно малярный скотч, и мы будем прикреплять наш листик бумаги к планшету. Вы отрываете скотч, малярный скотч очень легко отрывается, и прикрепляете свой листик на планшет. Раньше мы пользовались кнопками, но сейчас перешли на малярный скотч. Это очень удобно. Также у себя в посылке вы найдете стаканчик для воды, в него мы будем наливать водичку для нашего рисования. Обязательно палитру, на которой мы будем смешивать краски, и три кисточки. Большая, средняя и тоненькая. Это нам все будет нужно для живописи. Самое главное, это краски, которые от нас получатся. Краски у нас санетовские, невской палитры. Это краски профессиональные. Хочу заметить, что белого цвета в них нет. И отдельно скажу, что эти краски мы сильно не будем брать, допустим, как вы привыкли к обычным краскам. То есть их достаточно совсем немножечко взять. Но об этом я еще обязательно скажу во время наших уроков. Смотрите, в этих красках есть вот такая подсказка. Когда я называю тот или иной цвет по имени, вы всегда можете посмотреть и у себя на красках найти этот цвет. Потому что сами видите, что некоторые краски на цвет практически не отличаются. Они все темные. А вот эта подсказка вам поможет. Всего у нас будет 16 цветов в наших красках. Также мы отправим вам три ластика и карандаши. И давайте поговорим о карандашах более подробно. Это пачка Кахиноровских карандашей. Здесь шесть карандашей. Все они разной твердости. От 2Б до 2Х. Эти карандаши нам необходимо будет правильно поточить. Дальше в процессе уроков я буду вам рассказывать, для чего какие карандаши нам необходимы. Давайте мы их разберем, поточим. И я сейчас вам покажу, как правильно поточить наши карандаши. Давайте немножечко поговорим о карандашах. Итак, у вас в пачке будут карандаши следующей твердости. 2Б, Б, ХБ. Их два штуки. Х и 2Х. Почему ХБ два карандаша? Почему же ХБ у нас два карандаша? Все очень просто. Карандаш ХБ самый востребованный карандаш. И все работы, самое начало рисования, всегда мы начинаем рисовать именно карандашом ХБ. Поэтому их у нас два. Также карандаш 2Б и Б это мягкие карандаши. Что же такое мягкие карандаши? Эти карандаши очень темные. То есть мы давим на бумагу, не прилагая особых усилий, но линия получается очень темная и яркая. Такими карандашами очень хорошо затемнять какие-то моменты на рисунках, то есть делать самые-самые темные места. Еще такие карандаши используются для набросков или каких-то зарисовок, когда можно пальчиком их растереть. Карандаш H и 2H это твердые карандаши. Твердые. Твердый карандаш это значит грифель очень плотный. И когда мы давим, то есть даем тот же нажим, допустим, что и на мягкий, наша линия получается очень бледная, очень острая. Такими карандашами очень хорошо штриховать светлые предметы. Допустим, гипс. Штриховка получается жесткая, аккуратная, его очень трудно растушевать или растереть. Поэтому в основном в рисунке мы штрихуем и начинаем нашу штриховку с твердых карандашей. Так как B это мягкий, а H это твердый, значит HB это твердый мягкий карандаш. Твердый мягкий. Такие карандаши называют твердымягкими. Есть еще аббревиатура русская, когда у нас место мягкого B, M, 2M, M, твердый мягкий, T, M, твердый и 2T. То есть это наши российские производители карандашей. Когда карандаши у нас с латинскими буквами, это означает, что карандаши у нас импортные. Когда вы покупаете карандаш или к вам приходит карандаш, он заточен обычно под точилку, обычная заточка. Такой заточкой мы ни в коем случае не пользуемся. Для рисования нам потребуется заточка профессиональная. Сейчас я вам покажу, как заточить профессионально карандаш. А для того, чтобы заточить ваши карандаши, вы найдете у себя в посылке вот такой канцелярский нож, которым вы как раз таки будете затачивать свои карандаши. Итак, как же мы затачиваем карандаш? Кладем карандаш на пальчик, придерживаем двумя другими пальцами. И смотрите, точим карандаш не правой рукой, а пальчиком левой руки помогаем, стачиваем. Знаете, как картошку чищем. Чистим, счищаем верхний слой. Наша задача с вами освободить грифель миллиметров на 7 где-то. Если у вас не будет получаться затачивать карандаши самостоятельно, попросите родителей. Поначалу, возможно, будет непривычно. Но я думаю, что вскоре вы научитесь это делать быстро. Итак, смотрите, я очистила на пару сантиметров нашу деревянную часть и грифель где-то на сантиметр, миллиметров 8. Теперь нам нужно заточить наш грифель. Вы можете сделать это на какой-нибудь бумажке, ну или плоскости любой, либо на пальчике. Не бойтесь, палец вы так не порежете. Грифель затачивайте остренько. Всегда работать острым карандашом намного приятнее, чем тупым. Ну и работы получаются, соответственно, намного лучше. Вот такой карандаш у нас получился. Вот смотрите, это карандаш идеально заточенный для того, чтобы начать работать. Это карандаш с классической заточкой. Так мы ни в коем случае не точим. Объясню почему. Когда у нас заточка идет классическая, то наш карандаш очень быстро стирается. И еще момент. Вот эта вот часть, которая располагается близко к грифелю, она не дает нам работать. То есть постоянно цепляет пальцы, бумагу и затирает наш рисунок. Эта заточка освобождает грифель более, так скажем, сильно. И наш карандаш работоспособен большее время. И смотрите, когда мы работаем этим карандашом, когда он у нас начинает затупливаться, мы его прокручиваем и продолжаем штриховать, ну или рисовать любые линии, так сказать. Вот. Также в программе по рисунку у нас будет одна задача, где нам будет необходимо нарисовать утку углем. Поэтому уголь мы тоже вам обязательно положим в посылку. Сейчас заострять внимание на угле я не буду. Мы с ним познакомимся уже в процессе работы. Я расскажу, как им пользоваться, как рисовать. В общем, скоро вы все узнаете. Ну и самое главное, вам придет вот такая папочка для работ формата А3, в которую вы можете сложить все ваши материалы и складывать сюда свое портфолио с будущими работами. Ну что, на этом, пожалуй, все. После того, как к вам приходят ваши материалы, мы начинаем с вами заниматься по программе. Первый урок у нас будет с вами по рисунку. Ну а я с вами не прощаюсь. Встретимся на первом уроке по программе. До скорых новых встреч! ДОМОН СТОЛЬНЫЙ 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 СТОЛЬНЫЙ